Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня мы с вами поговорим на тему того, каким образом женщине, а может даже и мужчине, устроить свое личное счастье, личную жизнь, особенно тогда, когда я как-то вот уже разуверился в этом, и когда уже как-то не особо доверяешь, и когда уже получил некий опыт, несмотря на то, что опыт негативным не бывает, но вот как-то, знаете, больше такого опыта не хочется. Да и вообще кажется, что может быть-то и не надо совсем, все какие-то не те, вот как-то на одни и те же грабли наступаешь и так далее, и так далее. И это тема из жизни, потому что действительно для многих вопрос личных отношений является проблематичным. Я бы сказала, для всех, у кого этих отношений нет. Потому что даже когда человеку кажется, что он не хочет никаких отношений, то не хочет он их только по той причине, что он не хочет таких отношений, которые у него были. Или таких отношений, которых он никогда не знал и не видел. Что с этим делать? И можно ли этому вопросу помочь? Ну, давайте начнем с вами с главного. Зачастую от знакомых своих я часто слышу такую штуку, что вот я в одних отношениях побыла, во вторых отношениях была, в третьих отношениях была, и вообще за подружками своими наблюдаю, и понимаю, что все мужики одинаковые, вообще как-то нормальные перевелись, а я особенно, и дальше у женщины идет набор каких-то факторов. Ну, например, у меня есть ребенок, или, например, я уже взрослая, там, 30+, и я уже сама могу себя обеспечивать, и я уже смотрю на отношения как-то иначе. И у женщины начинается, когда она рассказывает о том, почему она к отношениям относится уже как-то так вот, ну, как бы, с таким, знаете, пристрельщиком, скажем так, аккуратностью и осторожностью, то зачастую уже весь набор вот этих убеждений внутренних, которые и являются конкретным забором на энергетическом и на физическом уровне, он начинает работать. Вот помните, есть такая история о том, что женщины любят плохих мужчин. На самом деле, мне даже кажется, что женщины любят не столько плохих мужчин, сколько женщины любят в отношениях быть мамами. Вот это такая интересная особенность, почему женщина очень любит накормить мужчину, показать ему, какая она хорошая, быть, вот, знаете, угодить во что бы то ни стало. И затем, когда она сталкивается с тем, что мужчина этим пренебрег, а пренебрег каким образом? Недостаточное количество раз похвалил, вообще на это не особо обратил внимания, ну, как-то отнесся к этому, ну, нормально, ну, нравится тебе, блин, вокруг меня бегать, ну и бегай, и окей. У женщины возникает вот такое состояние, больше такого не хочу, да, но по факту женщина именно такого зачастую и хочет. И почему мы часто говорим о том, что отношения похожие, да, как на одни и те же грабли такое выражение есть? Потому что женщина каждый раз продолжает вести себя типично, с одной стороны отнекиваясь и открещиваясь от того, что я так не хочу, но следующие же отношения начинаются именно с этого. Это как мама, которая говорит, ой, надо моей Маришечке похудеть, и при этом покупать ей шоколадку и пончик, потому что это же, как бы, ребенок, нужно есть ему сладенькое, да, что там говорить, я сама так с Алисой частенько проделываю, когда с одной стороны ругаю ее за то, что она гимнастка, ну, не ругаю, а говорю ей, что она гимнастка, и как бы нужно за собой последить, и при этом набиваю холодильник какими-то вкусняшками, соответственно, вызывая вот какую-то такую историю. Вторая интересная вещь заключается в том, что как только ты становишься удобной для мужчины, такая очень, очень удобная, мужчина, помните вот эту историю про завоевателя и охотника? Блин, ну вот хочется сказать, господи, ну все такое нафталиновое, ну нет, это неправда. А вот понимаете, правда, я неоднократно замечала, что когда мужчина тебя добивается, когда мужчина смотрит на тебя как на некий трофей, и когда ты постоянно являешься для него трофеем, это не означает, что ты злобная жаба, королева, которая его рубит все время, ну хотя некоторым мужчинам нравится и такое, но все-таки мужчина должен чувствовать ценность, должен понимать, что ты не тапочки, которые стоят всегда и будут стоять и ждать, а что ты все-таки представляешь собой ценность, востребованная на рынке невест, что ты самостоятельная, самодостаточная, такая женщина мужчине все-таки является интересным, но зачастую какую ошибку творят женщины, которые не находятся в отношениях уже длительный период времени, но при этом являются самодостаточными, они всячески демонстрируют мужчине, что он ей вообще нахрен не нужен, то есть вообще, вот от слова совсем, ты мне не интересен, не нужен, я все могу без тебя, но согласитесь, мужчины же все-таки как бы, они хотят выиграть яблоко для своей принцессы, но принцесса же должна хотеть это яблоко, а мне интересно выигрывать яблоко, ненужное для принцессы, поэтому здесь опять-таки убеждение женщины и ее поведение, заранее сформированное тем, что я уже все могу сама, а ты, блин, иди отсюда, тоже портит всю картину, если вы заметили, я неоднократно сказала слово убеждение, и вот все те фразы, а когда мне задают вопросы на рерайтере жизни, вот что делать, я всегда говорю, начни с убеждений и пропиши для себя все, что ты думаешь о мужчинах, ну, можно сделать то же самое для женщин, когда мужчина говорит о том, что, например, все женщины молодые дуры или хотят одного, да, какого-то себе богатенького, женщины после 30 уже либо с прицепом, либо разведенки и выглядят уже не так, как в 20, то таким образом мы опять-таки находим в себе строительные кирпичи, которые помогают нам оправдать то, что вот какой я молодец, мы каждый раз, какие бы кирпичи мы ни выбирали, будь мы мужчина или женщина, мы выбираем те кирпичи, которые для нас вот станут, когда скажут, ты знаешь, ты права, мужчины достойного тебя не существует, или там все женщины действительно продажные, ты заслуживаешь какую-то такую, такой тоже нет, лучше гуляй, вот лучше гуляй. Я вам всегда говорю одну и ту же штуку, что когда вы проговариваете для себя какие-то подобные убеждения, первое, задайте себе вопрос, мне нравится это убеждение или нет, потому что если оно вам нравится, то вы будете как будто бы заигрывать с другими, когда вы будете говорить о том, что что же мне делать в этой ситуации, это знаете, как красивая женщина сидит и говорит там, например, господи, ну что же мне делать с декольте таким большим, что же мне делать, все мужчины смотрят только на мою грудь, и все говорят ей, ну у тебя же грудь просто красивая, ну у тебя же еще и она сидит, ну это заигрывание называется, поэтому вы должны для себя четко понимать, если вы делаете это для заигрывания, замечательно, но если вы действительно страдаете и понимаете, что вы бы хотели какие-то отношения, то первое, от чего вам необходимо избавиться, это от убеждений того, что такого быть не может, что идеального партнера для вас не существует. Я могу согласиться, что, например, в стране, да, вот я в Украине нахожусь, что, например, там, ну вот нас не знаю сколько там, 48 миллионов было, ну, предположим, пусть у нас будет 20, половина, 24 миллиона мужчин, пусть, например, будет, но я могу догадаться, что где-то с десяток я себе бы смогла найти, из 24 миллиона, ну, с десяток нормальных, ну, я думаю, что да, вот 10, ну один у меня есть, вот 9 еще, еще 9 могу найти. Вот вы должны задавать себе эти вопросы, неужели я считаю, что вот прям все, ну нет. Тогда следующее убеждение, я такого не смогу найти, а почему вы не сможете такого найти? Вы смогли найти свое дело жизни, вы смогли найти меня, вот чтобы смотреть это видео, вы смогли найти какой-то дом, какие-то свои интересы, вы не смогли найти друзей для себя, ну, хотя бы одного в жизни когда-нибудь, с которым вам было хорошо, почему вы считаете, что вы не найдете? То есть история всегда о том, что мы по факту загружаем свой мозг такими убеждениями, которые в результате и постоянно подтверждаем, потому что наши убеждения это то, что мы сами себе говорим, а если мы сами себе говорим, то мы в это и верим. Я знаю очень много женщин, которые говорят, я некрасивая, при этом являясь красотками, и они себе никогда не нравятся, они там, у меня толстые руки, все время носят обязательно одежду с закрытыми рукавами и так далее. Я знаю женщин, которых я бы точно не вызвала красавицами, но они так уверены, что они красивы, что у них потрясающие мужчины, и я тоже на них каждый раз смотрю с восхищением. Вопрос только в том, во что ты веришь, и вот эта вот аура твоя, вот эта энергетика твоя, она и создает такую интересную штуку, когда в это верить начинают все. Я всегда поражалась каким-то, знаете, творческим людям, вот будь это художники, в которых я ничего не смыслю, или известные режиссеры, типа там, кустурицы, которые снимают очень странное кино, например, очень странное для меня лично, вообще непонятное кино, но при этом являются достоянием творчества, да, и по факту я понимаю, что они тоже это создали, вот как-то так создалось, какие-то есть люди, которые в это верят, которые действительно это признают, существуют какие-то каноны, поэтому убеждения наши все. Давайте будем подводить итоги. Если вы действительно хотите в своей жизни наладить, наладить ее, да, снять так называемый венец безбрачия, вы должны понять и задать себе вопрос, первое, я хочу этого или нет, честно, окей, я хочу. Второе, какие у меня есть убеждения написать, все козлы, никто не это, все хотят только секса, не осталось мужчин в моем возрасте, очень часто бывает, женщины в моем возрасте уже не могут найти нормального мужика, уже на таких, как я, не смотрят, вот это все. Нужно сделать такое, знаете, простое упражнение, у кого есть дети в школе когда-то делали, антонимы, слова, противоположные по значению, подобрать противоположные формулировочки и начать с этими формулировочками работать, думать, размышлять этими формулировочками, как бы понимать, что, а может быть, вот это убеждение как-то интереснее будет, и наша задача засеять наш мозг новыми этими убеждениями, начать с этим работать. Вы удивитесь? Вы удивитесь. Но если вы будете делать это регулярно, то в скором времени вы позовете меня на свадьбу. Честно-честно, работает абсолютно все в этой жизни. Вот все, что мы способны сделать для себя постулатом, все срабатывает. Поэтому будьте внимательны к каждой своей мысли и к каждой фразе, которую вы проговариваете. И тогда вы сможете получить ту жизнь, которую вы захотите. А пока ваша жизнь выглядит так, как вы ее захотели на данный момент. Все простенько. Я со своей стороны приглашаю вас, конечно же, в Рерайтер жизни. 1 числа мы стартуем. Как сказал недавно один мой подписчик, как же вам не стыдно продавать. Мне не стыдно не продавать. Мне не стыдно не вести это. Мне не стыдно быть собой и делать большое, великое дело. И я крайне благодарна всем, кто к этому присоединяется. И крайне благодарна чему-то большому, величественному и могущественному, что я называю вселенной, за то, что дала мне возможности и дала мне такую энергию, которой я могу делиться. Поэтому вся информация всегда есть под видео. Не жадничайте. Поставьте, пожалуйста, лайк. Заходите в инстаграмчик, если хотите со мной коннектиться почаще. Ну и, собственно, классных вам убеждений, классной вам жизни. И пусть она всегда будет вас достойна. А вы, пожалуйста, не экономьте и не мешкайте. Желайте максимум, и вы это получите.